Как показали нам события последних двух дней, оказывается фальсифицировать уголовные дела это плохо и это признало даже наше любимое государство. Судя по тому, что произошло с Иваном Голуновым, ширится понимание того, что фальсификация уголовных дел в нашем правовом поле нашего родного государства приняла какие-то совершенно чудовищные масштабы и уже угрожает самому обществу. Я абсолютно уверен в том, что фальсификация любых уголовных дел это плохо, но особенно плохо фальсификация уголовных дел, связанных с расследованием дела о коррупции. И вот почему. Дело в том, что когда правоохранительные органы и всевозможные вот эти специальные структуры начинают заниматься расследованием коррупции там, где ее нет или там, где ее не было, они тем самым отвлекаются от настоящей коррупции. Чаще всего это происходит с подачи именно настоящих коррупционеров, которые пытаются отвести от себя внимание правоохранительных органов и общества и таким образом своеобразно имитируют вот эту борьбу, дабы вот показать, что вот смотрите, мы же боремся, вот смотрите, порядок наводим. В общем, вот именно в этой сфере, я полагаю, фальсификация и имитация борьбы с таким злом, как коррупция, особенно опасны. И именно в этом контексте хотелось бы поговорить о развитии дела Гурьева, дела бывшего вице-премьера правительства Республики Башкортостан, которое у нас длится уже с 1 апреля. Напомню, что начиная с 1 апреля 2019 года, следствие в отношении Евгения Гурьева уже несколько раз меняло вектор направления, менялись эпизоды, менялись, значит, вменяемые ему в вину события. Какие-то из этих эпизодов как бы отпали и уже не рассматриваются следствием, следствия пытаются найти новые эпизоды. Все это, конечно, наводит на нехорошие мысли, как сейчас все обстоит. Сейчас обстоит все следующим образом. Следственная бригада, безуспешно пытаясь доказать какие-либо из эпизодов, на данный момент усилена сотрудниками и оперативниками смежных организаций, я имею в виду Федеральную службу безопасности, которые изо всех сил ищут новые доказательства того, что господин Гурьев чего-нибудь там где-нибудь украл, будучи министром земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Вот именно эта настойчивость, которую нельзя путать с последовательностью, наводит на мысли о том, что есть какой-то заказ, какое-то указание сверху. Что сейчас на повестке Дня следствия? Сейчас на повестке Дня следствия новое дело, которое называется «Дело Цветы Башкирии». И вот об этом деле мы сегодня подробно и поговорим. Вся эта история началась в далеком 2013 году, 10 июня. И вот буквально сегодня, вчера, это исполняется ровно 6 лет началу этой истории. Так вот, в июне 2013 года тогдашний министр земельных и имущественных отношений господин Искужин подписывает договор продажи земельного участка в Цветах Башкирии, значит, этому хозяйству Цветы Башкирии. Земельный участок целых 217 гектар земли, из которых 203 гектара – это земли сельхозназначения, и 14 гектаров земель под застройку – были оценены господином Искужиным, вы будете смеяться, в 5 миллионов 406 тысяч рублей. На тот момент господин Искужин счел возможным продать государственные земли коммерческому предприятию в таком количестве, вот за такую цену. Практически сразу после этого новый собственник земли разбивает на 37 участков, вот эти два участка изначальных, меняет предназначение использования земли, и эти 37 участков начинают переходить из рук руки, менять хозяев, там мелькают всевозможные названия, Уфа-парк, физические лица, Баш-строй-комплект. Значит, основными фигурантами, которые получают эти земельные участки, в конечном итоге, становятся УОО «Уфа-парк», господин Секретарев и господин Ложкин, которые, в свою очередь, впоследствии передают часть этих участков, например, компании «Баш-строй-комплект». Напомню, что сейчас, на данный момент, на сегодняшний 2019 год, как раз на этих землях и происходит вот это многострадальное строительство жилого комплекса «Цветы Башкирии» и еще некоторых других застройщиков. Вот передали и передали, да? За 5 миллионов продали вот эту очень хорошую землю, которая находится практически в черте города. Формально она, конечно, за чертой города, но мы же знаем, где находится «Цветы Башкирии», и понимаем, что это один из лучших участков земли, одно из лучших направлений, очень удобное место для строительства. И никто, конечно же, не сомневался, и господин Искужин тоже, в том, для чего эта земля покупается. Вовсе не для того, чтобы разводить там цветочки, а, естественно, для того, чтобы разбить ее на куски и начать там строительство, перепродав эту землю в десятки, если не сотни или тысячи раз дороже, чем была она приобретена. Напомню, первоначальная сумма покупки – 5 миллионов 400 тысяч. В 2014 году на место Искужина приходит Гурьев и пытается изменить вот эту схему продажи, понимая, что, ну, по сути, государство было ограблено, потому что земля была отдана за бесценок. Надо отметить, что господин Искужин использовал очень хитрую уловку при оценке этой земли, а именно земля сельхозназначения по очень старинным правилам, которые извлек там из пыльных сундуков господин Искужин, оценивалось в 2,5% от ее кадастровой стоимости. А в том далеком 2013 году еще и кадастровая стоимость земли была настолько низкой и не пересчитанной, что ему удалось сформировать вот эту цифру 5 миллионов 400 тысяч рублей. Гурьев попытался отыграть эту историю обратно. Каким образом? Ну, пойдя исключительно, значит, законным бюрократическим путем, он внес изменения в распоряжение правительства за номером 693-Р, в котором была изменена кадастровая стоимость земли. И стоимость участка, по которой должна была происходить эта продажа, резко выросла до 206 миллионов рублей, что, в принципе, уже начинало походить на правду и на реальную стоимость этого участка, хотя застройщики мне говорили о том, что этот участок, конечно, реально на рынке должен был бы стоить 2-2,5 миллиарда рублей. Гурьев и Министерство земельных и имущественных отношений обращаются в арбитражный суд в 2014 году в октябре с просьбой признать вот эту переоценку и пересчитать эту сделку. Однако суд отказывает по формальным признакам, признав сделку из Кужина и цветов в Башкирии правильной и законной. МЗИО все это оспаривает в кассационных процессах в Верховном суде, и Верховный суд удовлетворяет в декабре 2015 года кассацию Министерства земельных и имущественных отношений, отправив дело на новое расследование. Что, собственно, происходило в этот момент? В этот момент происходила попытка изменить стоимость этой земли в пользу государства. Гурьев, понимая, что эта земля ушла за бесценок и, очевидно, по какой-то полукриминальной схеме, попытался вернуть какую-то часть денежных средств, которые стоила эта земля, государству. После вот этой удачной кассации к октябрю уже 2016 года руководитель цветов в Башкирии господин Шерешев начал понимать, что, в принципе, юридический процесс начинает клониться не в его пользу, но также понимая, что, в принципе, ситуация неоднозначная, и вот эта формальная законность, по которой господин Искужин передал ему за 3 копейки вот эту огромную землю, тоже вносит некоторый сумбур в шансы получить или не получить положительное решение суда, господин Шерешев выходит на Министерство земельных отношений с официальным предложением о заключении мирового соглашения. Собственно, вот здесь нужно остановиться на формальной стороне вопроса и прояснить, что такое мировое соглашение между сторонами в судебных процессах, подобных вот этому, который происходил между МЗИО и цветами Башкирии, а именно подобное мировое соглашение по закону и по правилам судопроизводства должно отвечать определенным критериям, которые вот я сейчас зачитаю. Конечной целью любого мирового соглашения в судебном решении является соблюдение прав и законных интересов обоих сторон этого мирового соглашения. Более того, суд не имеет права утвердить мировое соглашение, которое противоречило бы закону, это очень важный момент, либо ущемляло права одной из сторон. Министерство земельных отношений и господин Шерышев, проведя определенную работу, определенный торг и выяснение обстоятельств, условий и так далее, пришли к некому консенсусу о компенсации недостающей стоимости земельного участка, который господин Шерышев в 2013 году приобрел за бесценок. Подобной компенсацией обе стороны посчитали возведение 33-квартирного дома на территории участка и передачу 33-квартир в этом доме в собственность государства. С тем, чтобы государство в дальнейшем им распорядилось по тем законодательным правилам, которые имеет. Речь шла о том, что эти 33 квартиры должны были быть распределены в фонд, который выделяет жилье для детей-сирот, нуждающихся и так далее. Мировое соглашение было отнесено в суд. Суд рассмотрел это мировое соглашение, счел его законным, не противоречащим интересам государства и стороны ответчика цветов Башкирии, и утвердил это мировое соглашение. В конечном итоге получилось так, что не 206, но по крайней мере сумма от 75 до 100 миллионов рублей дополнительно попадало в казну государства в качестве вот этого имущества вот этих 33-х квартир. Казалось бы, это мировое соглашение поставило точку в конфликте, в вот этом разбирательстве в этом суде, и действительно, на момент утверждения мирового соглашения все претензии сторон были сняты, и вроде бы как все приступили к исполнению этого мирового соглашения. Отмечу отдельно, что согласно этого мирового соглашения дом в 33-х квартиры должен был быть построен господином Шерешевым на свои средства на участке цветов Башкирии до конца 2019 года. Как мы знаем, этот дом даже не начал строиться на данный момент, хотя мировое соглашение сейчас до июля в силе, и Министерство земельных и имущественных отношений, которое сейчас возглавляет господин Полставалов, вправе требовать от цветов Башкирии исполнения этого мирового соглашения, чего на самом деле не происходит. Кстати говоря, в последнее время, да и на протяжении всего 2019 года никаких движений в этом направлении не было. И возвращаемся к уголовному делу Гурьева. Именно вот эту историю, когда Гурьев пытался вернуть в казну государства хоть какие-то деньги от этой явно лукавой сделки господина Искужина и цветов Башкирии, вменяется теперь Гурьеву в вину. Ну, казалось бы, абсурдный абсурд, и вообще, как такое может быть? Поясняю. Многомудрые следователи Следственного комитета и помогающие им товарищи из ФСБ трактуют эту ситуацию так. Гурьев попытался получить дополнительные деньги с этих лукавых покупателей, получил там формально, по крайней мере, по этому соглашению вот столько денег, а мог бы получить еще больше. Вот это сослагательное наклонение и стало основой обвинения по вот этому новому эпизоду. Честно говоря, ну, я вот не юрист, но даже я понимаю, что подобные предположения о возможной большей прибыли, которую мог бы извлечь Гурьев из этой истории, ну, они по меньшей мере смешны, но самое главное, что здесь противоречит здравому смыслу, это то, что действия Гурьева происходили на основе утвержденного судом мирового соглашения. Напомню, что решение суда в Российской Федерации носит силу закона. Соответственно, получается, что Следственный комитет на данный момент обвиняет Гурьева в том, что он исполнил закон. Ну, более, наверное, странной и абсурдной ситуации представить себе невозможно. Во всем этом деле Гурьева, конечно, отчетливо проступает заказной характер этого мероприятия. Было бы очень правильно и полезно понять, кто же выступает с заказчиком, я до конца пока не разобрался. Конечно, есть определенный круг людей, которые проступают и становятся наиболее вероятными заказчиками этого дела. Это именно те, кто хотят сымитировать борьбу с коррупцией в республике, поставить галочку и заниматься своими темными делами дальше. Вызывает, конечно, некоторое недоумение, скажем, такой необъективный подход Следственного комитета и прочих правоохранителей к этому вопросу, потому что куда бы проще было бы заинтересоваться делами того же Тажидинова, Нагорного, Шуварова и прочих героев последних лет, дела которых очевидным образом достойны того, чтобы в них покопаться и разобраться. Однако выбран был господин Гурьев, и это очень удобно очень такому понятному кругу лиц, которые сейчас избавят себя, например, от внимания этих правоохранительных органов, если те поставят галочку в деле Гурьева. Я не склонен пока точно называть тех, кто является интересантом этого дела, хотя есть скрытые признаки того, что кое-кто здесь принимает участие в этом процессе в плане организатора, кое-кто уже засветился в некоторых нехороших процессах, и даже ФСБ провело ряд мероприятий по задержанию и фиксации этих событий. Я очень надеюсь, что рано или поздно все эти истории, о которых я сейчас пока не могу говорить, выйдут на поверхность и обязательно будут преданы огласке. Это, конечно, будет очень неприятно для новой команды руководства в Республике Башкортостан, но что же делать? Придется признать вот эти вещи. Ну и то, что касается Следственного комитета, я констатирую, что сложилась такая ситуация, когда на самом деле им пользуются сейчас, самым таким неприятным образом пользуются как инструментом для решения собственных задач. И очень бы не хотелось, чтобы впоследствии, когда вся эта история зайдет в тупик и придется из нее как-то выбираться, чтобы Следственный комитет не выглядел вот примерно так, как вчера выглядел господин Колокольцев с почерневшим лицом, приносящий извинения и говорящий о том, что там дело закрыто, и мы там накажем виновных. Пожалуй, что, наверное, до этого доводить не нужно. Также, в принципе, я возлагаю надежды на нового прокурора Республики Башкортостан, который, в принципе, имеет очень хорошие шансы правильно, с чистого листа, подойти к этой истории и попытаться навести порядок именно в этом аспекте. В Республике Башкортостан есть где бороться с коррупцией, я вас уверяю. Есть масса интересных людей, делами которых нужно позаниматься и вывести их на чистую воду. И еще есть ощущение того, что, в принципе, многие вещи, которые были украдены за последние 10 лет, 8 лет, теоретически можно вернуть в казну государства. Это было бы очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин